вот чем я тут творится это все семена разобрала я все целый мешок выкинула которую меня веками лежат семян а вот эти вот дыни арбузы перчик от острый попал собрала корм отдам пусть поклюют в общем сейчас я проведу ревизию и все-таки на определюсь с посадками напишу список чуя буду сажать в этом году покажу вам полдня у меня ушло на то чтобы разобрать свои запасы завалы очень много всего выбросила много семян арбузов день тех которые собирал своих плодов которые думала может вдруг когда-нибудь покажу о и покажу посажу то есть я выбросил те которые можно купить в магазине и которым я хотела дать какой-то шанс ну видно своим шансом они не воспользовались начертила схему теплицы своей 8-метровой рассчитала посадки написал список помидорок огуречков примерно прикинула что я хочу посадить но самое главное спрятать хорошо семена которые я отложила чтобы я про них забыла воспользовавшись своим склерозом и чтобы я еще чего-нибудь не насеяла в общем в этом году у меня будет год наверное крупноплодных томатов то есть посажу решила посадить во всяком случае во всяком случае настроилась посадить крупноплодные салатные сорта и немножко для 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 консервирования вот черрики решила не сажать потому что черри любит дочь дочь приезжает к нам сейчас редко летом в общем нарвешь этих черриков делать салаты это много времени много времени на них тратится чтобы их там резать пополам эти жопки выковыривать ну вот в общем все все от лени решил я сделать посадку в этом году между кустами помидорок расстояние сделать пошире рассчитывал я как 50 сантиметров не знаю может быть посажу и 60 буду сажать наверное пореже но вести в 3 наверное стебля томатики вот я как как все юристы наверное люблю чтобы у меня все было наглядно с этими точечками где у меня будут посажены томаты вот если следовать схеме моей посадки то у меня здесь войдет если через 50 сантиметров 28 и 32 растений это сколько в общем считайте я юрист считать я не умею выписала в муках сорта который хочу посадить написала поскольку кустиков там по 4 по 2 давайте все-таки покажу на что у меня упал мой взгляд вот купил недавно в и руашки gold rush это in dead чем он мне понравился что плод не крупный красиво желто-оранжевого цвета и подходит для консервирования то есть это у меня кандидат на консервы посажу его наверно кустика сколько я тут себе его 4 кустика вот как помните я еще так уже спрятала покупала еще такой персиковый какой-то фокус-покус семена но вы посмотрел сейчас отзывы все пишут что на букву г в общем не буду я его сажать пусть лежит от лежа ввется очень гол траж что еще как всегда моя любимая малахит вы шкатулка это зеленоплодный томат это салатные у меня будет новинки это индеты ни разу не выращивала буду сажать все что есть в пачке 4 семечки это у нас освончик для консервирования я почему-то думал что у меня много семян осталось оказалось всего три семечки но это он он полу индет идет хорошо на консервирование будем откладывать его в кучку консервов так скажем консервная и салатная разыскала у себя вот такой инкас он тоже дед для консервирования три семечки осталось чего не лежат посажу также новинка вот такой версии посажу все семена решила посадить оранжевое сердце это тип такой бычьего сердца только оранжевого цвета крупный мясистый салатный томатик и вот медовый салют который мне покупал племянник максим максим привет семена у меня еще есть тоже вкусный крупные сочные сладкие такой биколорчик а вот еще что вот еще что еще я посажу корди буе это тоже бычье сердце иностранной селекции таких сердца это семена были мною собраны и полосатый шоколад я храню семена в таких баночках от от чего не ну от всяких лекарств от витаминок планирую не более 50 кустиков посадить хватит даже лучше конечно 30 далее выбрала как всегда моя любимица это дынька ранние дакара дыньки будут прививаться новинка ксения любимка самые вкусные дыни в мире который я пробовала раймонд и вот такой нашла в своих запасах рука не поднялась ее выбросить ирокес я в принципе не люблю дыни с оранжевой мякотью такой с мягкой но не знаю пока отложила может быть для открытого грунта превью и посажу что у нас дальше а луки надо уже сеять лук уже давно собираюсь но так лените в сарае искать тару для рассады в общем сегодня день о мучений наверное может завтра посажу посею как всегда вот этот вот лучок но не как всегда в пи в прошлом году я его впервые выращивал кэнди очень мне понравился офигенный и посмотрела у меня тут очень много семян буду сеять red baron нашла у себя тоже в запасах вот немножко семечек красненький лучок посажу купила ялтинский красный но в обзоре на семена мне кто-то написал в комментариях что он у нас не растет он только для крыма но тут вот не так много посажу попробую проверим вырастет не вырастет ну и как всегда любимчик салатный сочный вкусный лучок exhibition луки я буду выращивать рассады и в ближайшие дни посею арбузы что-то я вообще старость устал обычно такой был огромный выбор в этом году у меня все так очень очень скромно вот шампань желтомякотник порционник с прошлого года остались у меня семена посею что у меня счет тут новинка для меня юкон много семян 30 семян это крупноплодный такой арбузик хоть я не люблю большие но в общем решила посадить ладно то что не вызрит если не съедим у меня есть козы которые очень любят арбузы поэтому выбор овощей овощей фруктов овощей у меня в этом году еще связан с так скажем при привилегии для кос то что любит козочки значит нужно посадить юкон и нашла вот здесь у меня немножко а у продюсер остался тоже посажу не знаю не знаю сколько буду все это у меня на прививки в планах далее огурцы мой любимец я не знаю сколько лет я его сажаю остается он моим любимцем ему не изменяю была в леруа видела огурцы подобного вида длинноплодные они называются там китайские китайский император какой-то там змей в общем я всячески сажала ребят но это не то все-таки изумрудный поток есть изумрудный поток хорошо что в прошлом году купил несколько пачек вот у меня осталось пачечка обязательно посажу ой огурец прям превосходный он не только салатные но я его и мариновала он вообще офигенно даже в мариновке если порезать его такими вот колбасками посажу новинка огуречек купила в этом году модера одну семечку я уже посеяла она взошла посмотрю как она будет расти заодно и проверю грунт который я купила живую землю если все нормально посажу в какой-нибудь 5 литровый горшок пусть растет вдруг у меня весной и на окошке огуречки вырастут герман всемирно любимый для консервирования и деревья новый тоже огуречек для меня чем в этом году у меня практически в огурцах одни новинки из перцев я посеяла полермо тот дорогой перец где 2 70 стоит 200 рублей жду его всходов посеял еще острые мелкие вот такой вот вот такой вот типа черри острый красненький перец чтобы использовать его для сыра и наверное не буду я из вращаться посажу вот этот простушку неприхотливый низкорослый перчик леся это сорт он такой совсем непривередливый растет так скажем как сорняк плодов на нем в зависимости от ухода много плоды достаточно мясистые конусовидной формы сочный сладкий но все-таки я надеюсь что у меня в теплице вырастет перец полермо который заявлен как высокорослый самый сладкий перец в мире длинные плоды тот перец должен быть оранжевого цвета этот такой рубиновый красный еще я планирую как всегда насушить перцы и сделать из них такую так скажем стружку чтобы использовать также при афина же сырочков вот ну все вроде бы все выбрала отложила это я положу в коробочку которую у меня на посадке на этот год сложу здесь у меня то что я буду сажать в этом году цветочки цветочки показывать не будут ну как бы так вроде бы я определилась еще в этом году хотим мы перенести теплицу на новое место не знаю как получится мы каждый год и таскаем она у нас уже практически развалилась в целях так скажем рационального использования нашего огорода потому что у нас там тут кусок там кусок всем кусок в общем хотим как-то более-менее компактно расположить теплицы и расширить огород чтобы удобнее было и пахать и полив делать полив я планирую в этом году сделать из пнд-шной трубы проложить такой магистраль стационарно заказал на алиэкспресс распрыскиватели в общем придут я вам покажу в общем планов дофига на улице метель на улице снег мороз ну а потом времени не будет и все-таки такие вещи шуршание пакетиками они как сказать то добавляют нам положительных эмоций продлевают нам жизнь делают нас немножечко счастливыми и все-таки дают нам надежду что мы будем жить а жить то нам надо ну как как вот нам не жить у нас тут куча семян кучу планов посадок всякой вкуснятинки вот рассказала вам немножко о своих огородных планах я получила удовольствие я запланировала свои посадочки в общем чего и вам желаю девчонки и мальчишки пока есть время проведите ревизию в своих семенах своих сундуках очистить очиститесь от ненужного выбросите все и оставьте только минимум самого вкусного самого урожайного и самого неприхотливого все пока до встречи не только в огороде но и с нашими животными и с нашими пошивушками да кстати у меня пришла посылочка с интересными тканями я думаю что она сегодня доедет до меня я ее получу так что кому интересно еще ткани смотрите наверное завтра я думаю вы получите удовольствие но все пока заболтала заболтала